Проходи, там вкусные пирожки, покушай. Тут кости кругом, эээ, оу-оу-оу-оу, кости кругом! Ау! Глава 2, шаг в неизведанное. Всем море приветов, друзья и гости канала Нептун, это я, продолжаем приходить к Рипи Тейл 2. И вот, наконец-то мы в дремучем лесу. Как вы помните, у меня есть одна маленькая задача, спасти мою сестру. В первой серии к нам в дом ввалилась какая-то девчонка и ее монстр, ручной. Они одели на голову моей сестренки диадему, и эта диадема проработила ее разум, превратила в злощую, и в итоге они все ушли. Моя задача ее спасти и вообще остановить все зло в округе. Ну и попутно еще спасти дочку короля, который, кстати говоря, дал мне кинжал. Так, инвентарь. Ага, он у меня и есть. Да, вот, принцесса и ее фотография, видимо. Возможно, она и есть та девочка, которая к нам пришла. Почему-то мне так тоже показалось. И за все это дело король даст мне полцарства в придачу. Это выгодная сделка. Так. Эй, девка, и звонка, вылазь. Садако. Или как там, Самара. Так, хорошо. Мне напрягают эти жуткие деревья на заднем плане, посмотрите, они как будто дремлют. Я боюсь их разбудить. Так. Странно. Рядом с деревом вскопанная земля. Ох, свежая могила! А может быть просто кто-то раскопал грядку и собирался посеять там яблонь или груш, например. Блин. За окном у меня скорая едет, поэтому я сейчас окно закрою. Так, все. Окно я закрыл. Но это на самом деле плохо, потому что у нас тут тоже жара, и я закрыл вообще окно, и теперь будет еще больше душно. Но ничего, ради вас я готов потерпеть. Так, смотрите, там какой-то деревянный дровосек с птичкой на голове. Так, я взял... Нет, это груша. Вот только зачем? Странно видеть столь хрупкое дерево посреди этого мрачного леса. Ну, к тому же, плод слишком высоко. Мне не дотянуться до него. Так, а что у меня есть из инструментов? Нож. Чтобы пробить ветку, мне нужны веские причины, понятно. Значит, возможно, мы это дело сделаем в будущем, да? Чет-то у меня иногда геймпад тупит, то есть я нажимаю вперед, а он как бы... Видите, вот, стоит на месте. Хотя я нажал вперед. Странно, как будто что-то невидимое мешает. А ты кто такой, братиш? Жуткий истукан, застывший в неестественной позе. Впрочем, он превосходно вписывается в мрачное окружение. Хм. Может, вырезать на нем сердечко? Нет? Хочешь грушу, чувак, нет? А я еще и хлеб, кстати, не дал никому. Возможно, мы встретим другого домового. Так, можно зайти в домик. Так, также жуткие деревья. А дальше что? Посмотрите, наверху что-то сочное. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Там на меня кто-то глазеет. Ты же меня не съешь, да? Необычная ветка на шарнире и маленькие дупло. И маленькие дупло, понятно. Сюда, возможно, что-то можно вставить. Так. Мост сломан. А другой дороги нет. И посмотрите, эта птичка, которая сидела на голове у того деревянного истукана, она как будто меня ведет. Намекает, мол, Нептун, тебе сюда. Блин, он там выглядывает так странно. Чувак. Тук-тук, кто в теремочке живет? О, открылась. Видимо, дело что-то не так. Может, ему грушу дать? А, хлеб? Хлебушек хочешь? Держи. Так это домовой? А, спасибо сказать. А, ну все, теперь он... Теперь он не закрывает. Так. Хорошо. Блин. Что, скажите, прикопался к этому дереву? Может, нужно как-то повернуть? Нет. Использовать ничего не могу. Я ничего не могу сделать. Ладно. Тогда давайте мы залутаем домик, потом вернемся сюда. Что-то мне это дерево не нравится. И вообще мне не нравится то, что я скормил ему хлебушек. Как же здесь темно. О, это, видимо, мастерская, да? Я вон уже вижу плакат на стене. Так, на столу висит старый фонарь. Угу. Походу, дело, ничего не могу использовать, потому что слишком темно. А фонарь... Туда, наверное, нужно поставить что-то светящееся. Это странно, чтобы видеть такой... Я нужна хорошая... Так. Хм... Мне нужно, я так понимаю, что с дерева сбить ту светящуюся штуку, похожую на янтарь, да, вот наверху, и, возможно, ее вставить в лампу. Тогда я смогу все освещать. Но как мне ее сбить? Это вроде домовой. Но я его покормил, он ничего не хочет мне делать. Может, ему нужно что-то еще дать? Может, ему ножом поугрожать? А ну, отдай мне светящуюся штуку. А если использовать грушу с ножом? Хм... Семечка? Фигурная семечка. Хм... Может быть, дать истукану? Нет. Семечка. Может быть, с тем челиком в дупле? Семечка, семечка, семечка. Зачем я ему хлеб скормил? Мне объясните. Может быть, нужно в дырку его запихнуть? А-а-а. Угу. Мне нужен другой фрукт. Вот этот. Окей. Тук-тук-тук. А второй отвечает за что? А можно достать отсюда семечку, вставить ее в правую часть и использовать правый рычаг? Нет? Походу дела нет, да? Угу. Возможно, левый рычаг, вот этот, отвечает за выбор плода на дереве. А правый, возможно, за его спуск вниз, да? За его падение. Но мне нужна явно вторая груша. Но вторая груша высоко. Как мне ее достать? Может быть, как-то с ней поговорить? Чувак, помоги мне. Ты высокий. Достань мне грушу, пожалуйста. А вот теперь уже, видимо, можно срезать, да? Но мне нужен твой плод. Так. Окей, все. Не нравится мне этот деревянный стукан. Он что-то замышляет. Так. Кладем семечек сюда. И смотрим, как это все работает. Да. Или не да? Эй, камон, чувак. А, дверь закрыта, понял. Открой мне. Та-дам. Спасибо большое. Вот почему. Скорее всего, этот пирог, который мы ему отдали, этот хлебушек, он, скорее всего, и нужен был, чтобы он двери не закрывал. Потому что раньше он их сразу закрывал, поэтому я бы вообще ничего не успел сделать. Теперь мы вставляем свет в домик. В лампу. И все мы сможем осветить. Сейчас в теории, да? Оу. Как уютно. Ну, я и говорил, мастерская. Так. Что это? Дневник. Похоже, хозяин домика вел записи. Ух ты. Так, 17 марта 1837 года. Для меня совершенно нетипично вести дневник. Но я был просто обязан записать последние превзошедшие со мной события. Прошлой ночью в таверне... Зе... Дрэнк? Дрэгон ин? А, пьяный дракон, да? Мне посчастливилось иметь разговор с одним крайне странным персонажем, закутанным во множество халатов, поверх которых был плащ с капюшоном. Внезапно подсев за мой столик и угостив выпивкой, он начал разговор. Я не видел его лица, лишь два голубых зрачка сияли из темноты. Он поведал мне, что в озере... Ммм... А... Лютк? В общем, в озере можно набрать живую воду, способную даровать неживым предметам разум и способность передвигаться. Что мне лишь стоит смастерить хорошие деревянные болванки, которые в итоге станут мне верными слугами. Взамен он попросил лишь отдать одного истукана ему в качестве оплаты за совет. Эта история не давала мне покоя всю ночь. И, дождавшись утра, я собрался в поход. Озеро выглядело совершенно обыкновенным, и, отругав себя за наивность, я уже было решил вернуться домой. Но увидел странный блеск, блуждающий по воде. Вернувшись с несколькими бутылками живой воды, я сразу приступил к работе. Без сна и отдыха, проработав несколько дней, я получил своего первого истукана. Плеснув немного воды на его лицо, я изумился, как резко изменилось... Изменились грубые и неживые черты лица моего деревянного ребенка. Глаза засияли, и первое, что он произнес, было «Здравствуй, отец! Готов служить!» Он разговаривал, но не двигался. Я подумал, что, возможно, ошибся в конструкции и сделал еще одного. Но и здесь результат оказался таким же. Я стал экспериментировать с формой, деревом, но все мои старания были... тщетны. Они могли говорить, но по-прежнему были не в состоянии двигаться. 12 июля 1837 года. Моя работа зашла в тупик. Я совсем отчаялся, когда в мою дверь постучали. На пороге стоял тот самый незнакомец. Ему было очень жаль. Но живая вода из озера утратила свою прежнюю силу, и теперь была способна даровать лишь разум. Для следующего шага мне нужно было отправиться к проклятому озеру Шакралтон и набрать из него мертвой воды, которая и заставит стуканов двигаться. Собрав все необходимое для опасной прогулки, я отправился в путь. Озеро встретило меня жутким дымом, и чем ближе я приближался, тем сильнее все вокруг погружалось во тьму, сквозь которую мне слышался жуткий шепот на неизвестном языке. И вот я почувствовал, что моя нога ступила в озеро. Окутанный черным туманом, вслепую, я набрал первую склянку. Но стоило мне потянуться за второй, как жуткий шепот начал усиливаться. Я почувствовал, словно нечто огромное и непостижимое обратило на меня свой взор. Что-то из-под воды. Я начал ощущать, что теряю контроль над мышцами и волей. Не знаю, что спасло меня в тот день, но я успел сконцентрироваться и быстро рванул прочь и бежал. До тех пор, пока родные края не показались на горизонте, мертвая вода, набранная мной во время этой опаснейшей экспедиции, даровала истуканам силу и возможность передвигаться. Они верно служат мне и помогают в делах. 31 октября 1837 года. Мы были в лесу, когда пошел сильный дождь. По всей видимости, он вымыл всю мертвую воду из истуканов, и они застыли в тех позах, в которых были. Благо, у меня осталось еще запасы мертвой и живой воды для создания новых помощников. В следующий раз нужно быть предельно осторожным, и предусмотреть средства защиты, поскольку возвращаться на проклятое озеро я больше не хочу. Какая интересная история, да? То есть здесь вот жил этот мастер, плотник, и он и делал истуканов. А тот истукан, судя по всему, да, он застыл, потому что его окатил дождичек. То есть, чтобы его оживить, нам нужна вода. Живая и мертвая. Или только мертвая, чтобы он только ходил, но ничего не говорил. Короче, где-то, видимо, здесь, припрятанный вещи хозяина. Так, лопата. Есть какой-то странный инструмент, точнее, скорее всего, ящик. А это что? Игрушка. Сейчас будет сучать молоточками, да? Динь-динь. По-моему, это какой-то важный звук, который мне нужно запомнить, да? Тут у нас что? Так. Это никак не активируется, не нажимается, да? Такие шестеренки, есть кнопки. Ага. Ну, это понятно, что какой-то пароль. Такой импровизированный, да? Сделанный из вот этих вот разных фигур. Чёрт, да у меня сразу дошло. Забавно. Я почему-то обратил внимание, что это разные фигуры. А, возможно, нужно обращать внимание не на звук, а на количество ударов, что будет символизировать количество углов у фигуры. Ну-ка. Два. Четыре. Один. Три. Два, четыре, один, три, да? Ну-ка, давайте сделаем. Где тут два? Ну, наверное, это. Скорее всего, да? Так. А, блин. Вот же четвёрка была. Четвёрка, скорее всего, это тромбик. Два, четыре. Один, скорее всего, точка. И два, естественно. А, подожди. А, была три. Три. Последнее. Это треугольник. Скорее всего. Во. О, божечки. Я нашёл что-то. Судя по всему, это живая вода, да? Да, склянка с живой водой. Так. Это всё замечательно. Но. Я же нашёл лопату. Помните, мы нашли там землю? Разрыхлённую. Подождите, а можно использовать сейчас воду? Только чуть-чуть. Себе оставь. О, мальчик, благодарю тебя. Теперь я снова смогу говорить. Ого. Кто ты такой? Всего лишь часть великого платана, превращённая создателем в подобную ему форму. Деревья, камни, каждая травинка таит в себе жизнь. Но мы пребываем в состоянии, недоступном для общения с человеком. И вот я здесь, снова среди вас. Значит, мой путь ещё не закончен. Ваш создатель... Это его дом? Нет, он уже давно покинул этот мир. Здесь жил другой краснодеревщик, исчезнувший около года назад. Если, конечно, стоя здесь, я не потерялся во времени. Грустно. Так, с ним можно поговорить ещё. Ну, надеюсь, что он как бы мудрый, да... То есть, вроде бы он никакой агрессии не проявляет. Я просто боюсь, что я вдруг сделаю ему возможность ходить. Ну, дарую, да? Он за мной побежит, переломает мне все кости. Неохота. Так, лопата. А там, наверное, какой-нибудь трубешник. О, реально трубешник. Ожидается, он дух с сокровищами, было бы глупо. Но скелет... Но у него ключик есть. А ключик, скорее всего, оттуда, да? Кстати, меня смущает этот... Колодец, да? Не просто же так он здесь стоит. Может быть, туда нужно попросить слазить с нашего деревянного друга? Посмотреть, что там происходит. Так, ключ, скорее всего, отпирает вот эту дверь. Что же хранил? Ух ты! Целый деревянный отряд. Ну, здравствуй. Так, астукан может сослужить мне добрую службу. Нужно лишь найти способ вдохнуть в него жизнь. Опять? А я склянку уже использовал. Или, подожди, или где-то еще склянка есть. Ну, вроде бы, визуально он капнул всего лишь маленькую капельку на того и стукана. В дворе. У него она должна была остаться, аж по-любому. Или, возможно, я что-то еще не нашел. Так, ну подождите, я ничего не вижу. Может быть, не нужно было использовать на том истукане, а нужно было здесь? Мальчик, вижу, ты заблудился. Помоги мне, а я выведу тебя из чащи. Нужно было просто еще раз поговорить. Опрысни меня мертвой водой, чтобы я снова смог ходить. А где мне ее искать? Хозяин боялся оставлять ее в доме и хранил в земле, возле хрупкого деревца. Ага. Наверное, речь идет об этом дереве. Может быть, подкопать? Ну, спасибо, истукан. Что бы я без тебя делал? А вот и мертвая вода. Блин, подождите, а можно сохраниться, нет? Видимо, нельзя. А что, если я использую мертвую воду на втором истукане? Или, в принципе, было неважно, да? Должно сработать, если, конечно, записано в дневнике, не бред сумасшедшего. Здрасте. Готов служить новому хозяину. Подождите, а как это получилось? Я же не давал ему живую воду. То есть я давал ему только мертвую, то есть он должен только ходить. Но разума у него быть не должно. Как мне с ним... Как мне с ним взаимодействовать? Ну, то есть я не могу ничего использовать никак? А, он за мной ходит. А, он тут... Погоди, а ты что такой красный стал, а? Что, он как-то перекрасился нездорово? Вообще мне не нравится его внешний вид. Ладно, погнали. Так, давайте-ка мы пройдемся до колодца. Посмотрим, может быть, как-то можно... Его в колодец... Ну, типа, залезь, посмотри. Нет? А как это бы управлять? Как мне тебя куда-нибудь послать, например? Иди ты к черту. Так... У меня вообще такое ощущение, что я игру немножко поломал. То есть у нас два истукана. Я использовал воду на разных. Явно так не было задумано. С другой стороны, зачем мне вообще их два? То есть я могу выбирать, кого оживлять? Ну так, допустим, пришли вот сюда. Ты меня подб... А, у меня может подбросить? Наверное. А, вот так? Другой дороги нет. А, он... Подожди. Ты предлагаешь, чтобы я вот так вот истуканов просто сбросил отсюда? А, у меня осталось. Скляночка-то осталась. То есть если я сейчас пользую мертвую воду на того истукана... Ну, посмотрите на его глаза. Я ему уже не доверяю. Ну, подожди, а могу еще взять? Ага, могу еще взять. Слушайте, а... Мне просто любопытно, что будет, если этого вот стукана использую? Тоже. Но до оживления вот этого. Почему он красный вообще? Представьте, я не могу больше его использовать. Но он стал каким-то красным и страшным. Может быть, я поломал игру немножко? Все-таки. Так, слушайте, мне реально стало любопытно. Давайте-ка мы попробуем переиграть момент, а потом, если что, вернуться обратно. Так, допустим. Вот. Попробуем использовать на него. Что-то мне даст. О, он ходит. Спасибо тебе, мальчик. Полагаю, ты узнал уже слишком много. И теперь во избежание проблем, мне придется тебя убить. Э? В смысле? Охренеть. Серьезно? Мне придется тебя убить, потому что ты много знаешь. Блин, так я все изначально сделал, правильно. Вы поняли прикол? Мне просто повезло. Эй, эй. Я не хотел, я нечаянно, нечаянно, нечаянно. Но за это еще и достижения дают. Спасибо, мальчик. Бам. Короче. Давайте вернемся обратно. Туда, где мы остановились. Где мы уже одного из стукана сбросили в воду. Так, пойдем, дружище. Это уже второй, да? На самом деле, здесь есть логика определенная. То есть, у меня зелье с разумом, видите, оно всего лишь одно. То есть, я его использовал на том вот истукане снаружи. А на этих нельзя. Видимо, для того, чтобы они тоже не начали меня убивать. Они же, по сути, просто могут ходить и служить. Но у них нет разума, поэтому они не могут меня захотеть убить как-то. Вроде каких-то своих целей. Ну, пойдем, дружище. Скоро поплаваем. Плавать это весело. Водичка хорошая. Я, правда, туда идти не хочу. Слишком опасно. Но я думаю, что тебе это не помешает. Да? Давай, погнали. Уи-и-и! Полетели. Наверное, еще одного, да? Полетели. Ну, все, теперь сейчас в тюрьме можно перепрыгнуть. Так, мы, я так понимаю, бежим за птичкой. Вы сослужили добрую службу. Покойтесь с миром. Птичка, погоди. Эта птичка что-то знает, по-любому. Не просто так она меня за собой ведет. Ух ты. Я вышел из леса. Посмотрите на какую-то, видимо, на какую-то полянку. Цветочки растут. Птички поют уже не так мрачно. Что же, меня ждет впереди. О! Голубая птичка, подожди. Так, наверху какое-то подозрительное дупло. Возможно, там живет какой-то лесной обитатель. Ух, проголодался я уже. Здесь, должно быть, живут славные люди. Ничего страшного, если я попрошу кусочек хлеба. Силы мне не помешают. В шорах, будь ты под окном. Кто-то ко мне стучится в дом. Он еще в стихах. Здравствуйте, бабушка. Я приду по лесу уже весь день и страшно устал. Можно ли попросить кусочек хлеба? Входи, мальчик. Покушай спокойно, отдохни. От меня зла тебе никакого не будет. Какая миролюбивая старушка. Че-то она мне не нравится, че-то в ней. Слишком... Слишком какая-то она... Вот супер миролюбивая. Еще ключи. У нее связаны ключи, есть ведь? Ой, не нравится мне эта старушка. А я дальше не могу пройти, кстати. Ну что ж поделать, придется зайти. Проходи. Ну там вкусные пирожки. Покушай. Тут кости кругом. Мэ-у-у-у-у-у-у-у-у. Кости кругом. Ау. О боже. О боже. Ха-ха. Людоведка. Баба Яга. А что, ещё и другие дети здесь? Она похищает детей и сожрает их. Съедает заживо. А, это девочка, слушайте, это, наверное... Это не дочь, случайно? Короля, хотя нет. По одежде не похоже. Эй, ребята, что происходит? Дело ясное, греемся на солнышке в ожидании обеда. Правда, мы и есть обед. В каком смысле? В самом естественном. Супчики, рагу, запеканка и всё. Это не из мяса поросёнка, а из детишек. Они сейчас, правда, на диете. Видимо, Йенс и правда был серьёзно болен. О чём вы? Вместе с нами был ещё Йенс. Жирный такой, розовощёкий мальчишка. Они сразу приметили его аппетитные мясистые бака. И в первый же вечер закололи на жаркое. Вот только они не знали, что Йенсу в последние дни не здоровилось. Страдали и плевались они несколько дней. Потом смотрим, тащит тётка Белочек из лесу. Наверное, теперь лечится супчиком. Из белок? А как станет лучше, сразу сделают из нас рагу. И поминай, как звали. Жесть. Но они говорят, типа, они. То есть, видимо, тут не только одна бабка. Тут есть ещё кто-то. Целая семейка людоедов. Я говорю, сразу мне старушка не понравилась. Какая она слишком добрая. И ключи у неё целая связка была. Зачем ключи, скажите, бабке, доброй бабушке, к примеру, да? Которая живёт спокойненько в лесу, там... И так далее, и так далее. Там максимум кинь, заслоночки оставить. Но столько ключей-то явно не к добру. Возможно, они от клеток. Так. А, можно пробиться. Ну-ка, давайте до сарая. О, что-то получается, да? Я подпёр. Может, ещё нужно один удар сделать? О, другое дело. Да, бинго! О, ха-ха. Какой же у неё мерзкий туалет. А что там? Стоять рядом и вдыхать эти злобонии невыносимо. Боюсь, внутри этот смрад просто отравит меня. Ну, туда чисто в сёре можно зайти. Возможно, это место спасения. Так, ребятки. Я вас спасу. Только бы мне ключи найти. Да, я вас не брошу. А, ты крут. Не успел попасть сюда, как уже на свободе. Ключи от клеток наверняка где-то в доме. Старуха не расстаётся с ними. Ключи всегда у неё на поясе. Гиблое дело. Спасайся. Забудь про нас. Ни за что. Я придумаю, как вас спасти. Так, 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 хорошо. Так, это её жуткий домик, да? Давайте посмотрим вообще, что есть наружу. Я этих ребят точно не брошу. Подождите, я не помню этих кустарников. Либо мне показалось. Либо... Повсюду шипы. Словно защитный барьер. Жуткое растение окружило весь дом. Так, а у меня только фотография, да? Даже кинжала не осталось, блин. На самом деле это странно. Тут был заборчик, цветочки, помните? Да птички пели. Всё было слишком хорошо, чтобы быть правдой. На самом деле это жуткое место. Возможно, шипы выросли потом, да? Возможно, это какое-то заклятие, как вы думаете? Так, а что с другой стороны? Там вроде бы какой-то гараж есть. Фу, сколько костей, а? Жесть. Так, тут есть какое-то дерево маленькое. Ай! Листья полыхают огнём. Голыми руками их не сорвать. Что? Горящие листья? Хмм... Горящие листья, обжигающие. Так, что у нас тут? Золочуга. О, боже, бедный это кто? Кролик. Обезоглавленный бедный кролик. Жесть. Что там взял? А, лейка. Две лейки. Так, шкаф с оленями. Сердце, почки. Китнис. Ха-ха-ха. Там вроде как печень. Глаза, что ли там? Жесть. Они делают себе соленья. Вот как мы делаем из огурчиков помидорчиков всяких. Они делают из внутренностей. Вот это действительно настоящие людоеды. Стол с ящиком, закрытым на замок. Ну, а тут лейка явно не поможет. А это что я взял? Перчатки. Угу. А это интересно, к чему все? То есть, есть обычная лейка. Фигурная форма есть. Разноцветная. В чем разница? И зачем мне две лейки? Так, вроде по предметам здесь больше я ничего не могу взять, да? Тогда, перчатки, чтобы скорее всего взять листья. Так, нужно найти подходящую тару, иначе листья прожжет меня через одежду. Тару, 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 тару. Подожди. Могу что-то с чем-то взаимодействовать, нет? Нет, окей. А может лейку использовать на них? А, даже так? Так, они все равно полыхают огнем. А вторая лейка? Хм. А еще раз, допустим? Да блин. Они меняют форму. Он становится все равно. А к чему я это все делаю? Это очень странно. Подожди, а это? Она их разукрашивает. Но они все равно полыхают огнем, да? Неважно, какой цвет. Так, тут, видимо, четырехцветная лейка. То есть, видите, синяя, желтая, красная, зеленая. И все они полыхают. Ладно. Какой-то глупости страдаю, на самом деле. Ладно, главное, что мы вроде бы как бы сделали частичку квеста. Осталось нам, видимо, в этот домик заглянуть. Тихонечко. Дверь распертает внутри. Ну, выхода нет. Только сюда. Только аккуратно. А, там какой-то старикашка наверху. Видимо, ее муженек. Без ноги. У него колокольчик. Когда он на него, видимо, звонит, приходит старуха. И что-то, видимо, может, хавку ему какую-то приносит. Так, топор. Нужно быть аккуратным и ничего не делать. Лишний ключик их не помешает. Возможно, он... Отчего? Без понятия. Хммм. Подсказочка. Желтый, зеленый, голубой и красный. Как раз под цветом моей лейки, да? Может, нужно в такой последовательности... Листья менять? Или собирать? Сначала желтый лизать, потом зеленый, потом этот, потом этот. Окей, допустим. Ой, 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 ой. Подожди. Нужно ждать, пока... Да, пока он позвонит в колокольчик. Она поднимется наверх, а я смогу в это время... ...пробежать дальше. Жесть. Так, тут что у нас? Какая же воня, а? Фу. Ничего с этим сделать не смогу. А это что наверху? Старый стол, как и все в этом жутком доме. С ним тоже, да? Ничего не нельзя сделать? Окей. Можно подняться наверх. Так, давайте мы здесь откроем тогда уж. Что, можно было выходить, если что? Кинжал! Мой кинжальчик! Так, наконец-то мне его вернули. Так, ладно. Сейчас он пройдет, мы тихонечко... Слушайте, я, скорее всего, догадываюсь, что нужно делать. Она ему носит похлебку. Чисто в теории, наверное, нам нужно... ...сложить из листьев... ...что-то. Дать ему. Или листья налить в похлебку. Тогда она травится. Нормально. Так. А наверху можно где-то заныкаться? Потому что я так... Ну, понимаю, мне нужно наверх. Так, она отошла. Так, 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 так. Нога по бокаски. Суп мудрости. Так. Вам потребуется нога желательно толстого ребенка. Восемь зубчиков чеснока и много горчицы. Обильно смажьте мясо горчицей. Накройте и оставьте... А-а-а-а! Боже! Она меня задушила! Черт! Жесть! Чуть я немножко даже испугался. Так. Я думал просто, что время затормозилось. Ну, остыла пока. Ну, поняли, да? Пока она там... Короче, пока я читаю книжку, я думал, что время застывает. Но оказывается, видимо, нет. Там рецепты из... Человеченки. Так, давайте поднимемся и сразу посмотрим по предметам. Не будем долго читать. О! Тарелку взял. Похлебка. Суп из белочек. А, она его бел... Суп из белки... Ну, из белок. О! Тут можно засесть. Она его, видимо, отпаивает супом из белок. Так как... Мальчик тот толстенький. Скорее всего, чем-то болел таким неприятным. Возможно, у него была какая-то болезнь крови. Ну, все. Мне теперь нужно выйти. А, все. Он позвонил. Сейчас подождем, пока она пройдет. Это ее птичка. Все. Получается, птичка просто приманивает детей. Дети бегут несознательно за птичкой. Как и я вот за ней бежал. И птичка просто меня приманила. Причем, возможно, птичка эта волшебная. Кстати, так и... Скорее всего, она и есть. Возможно, из-за птички я и увидел двор этой женщины такой красивый. Может, птичка как-то очаровывает? Приукрашивает? Так. Какие там были цвета? Подождите. Давайте вспомним. Точнее, запомним. Желтый, зеленый, синий, красный. Желтый, зеленый, синий, красный. Окей. Желтый, зеленый, синий, красный. Надеюсь, я все правильно понял. Так. А, так там же еще и... Черт, погодите. Там же еще и форма, наверное, листьев как-то важна. Но у меня есть ключ. Ну-ка, давайте сначала мы посмотрим, что здесь. Тут, видимо, верстак. И ключик, видимо, отсюда. Окей. Любопытно. Куча старых листков. А, их можно двигать. Их можно двигать. Нам то самое, да? Растение. Вот оно. Ну, похоже, вроде бы. Так. Так. И вот, вот формы. Ну, тут все черно-белые. А там... Можно определить цвет. То есть... И видите, у каждого предмета листик определенной формы. Значит, этот должен быть зеленым листом. Вот этот должен быть голубым. Этот должен быть желтым. А этот, скорее всего, красным, да? Так. Короче. Я сделал небольшую паузу. Просто сбегаю обратно туда. Там все запишу. Здесь запишу. Чтобы можно было задачку отгадывать. Но я, в принципе, понял. Так что... Небольшой монтажик не повредит. Чтобы время не тянуть. Так. В общем, я... Все записал. Отдельный блокнотик. Значит, сначала нам нужен... Давайте сначала поменяем форму. Так. Нам нужно что-то напоминающее кленовый листочек. Вот он. И он должен быть желтым. Блин. А зеленый как будто травка мариванной. Так. Во. Вот это то, что мне нужно. Теперь мне нужно забрать его, видимо, в чашку. Или как? А, перчатками. Все. И он, типа, в чашке. Затем. Это, по-моему, это точно желтый? Надеюсь, что да. Затем мне нужно... Мне нужен другой листик. Не этот, не этот, не этот. Вот этот. И он должен быть зеленым. Вот другое дело. Сбираем. Я, причем, собираю все в правильной последовательности. Хотя, не знаю, последовательность вообще важна или нет. По-моему, не важна. Я все думал, что это последовательность. Желтый, зеленый, голубой и красный. Но, скорее всего, это просто определение цветов. Последовательность, я думаю, что здесь не важна. Все равно же все будет перемешано. Так, короче. Идем дальше. Не то. Не то. О, вот. Такой листик, и он должен быть голубым. Ну, думаю, что это можно назвать голубым, да? Ну, пусть синий. Какой, какой угодно. Так, все. И далее нам нужен последний лист. Вот такой. Он должен быть красным. Так, достаточно. Теперь нужно подождать. Порошок получился, легкий свет, еле уловимый миндальный аромат. Возможно, у меня появился, получился яд. Во, я собрал яд. Я у мамы химик. То есть, честно в теории, сейчас мы сможем ядиком напоить этого деда, да? Жуткого страшного безногого деда. Так, 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 так. Пробираемся. Ну что, плюхнем яду? У-у-у-у. Ядреный отвар получился. Так, надо подождать. Интересно, она сама его вообще ест? Ну, травлю я деда, а бабка-то, что с ней-то будем делать? В общем, ждем, пока дед сном попросит пожрать. Давай-давай-давай. Наложи бурщика. Давай-давай-давай. Идиот. Кушай. Что такое? Что не так? Ему не понравилось. И что, она сейчас будет пробовать? Или нет? Слушайте, я не убил его. Все, он ее наказал. Иди, говорит. Подумай о своем поведении. Пошла прочь, женщина. Все, он не будет теперь ее, видимо... О чем-то просить. А я могу здесь похозяйничать. А, смотрите, она в кружке. Что-то пьет из кружки. А у меня есть еще яд? По-моему, яд еще есть. Давайте-ка мы в кружку тоже нафигачим ей. Так. Я немножко отойду. Если что, чтобы можно было убежать. Пей, вкусно. Поплохело, чего-то мне. Что она будет делать? Да падает уже. А что она не хочет падать? Может, еще добавки сделать? Окей, вот еще добавки. Думаю, что двойная доза вполне хватит. Мне нужно, чтобы она осознание потеряла. И я ключи у нее заберу. А-а-а. Я понял, кажется, что нужно сделать. Так, смотрите, она... Она на время садится. То есть мы сначала поднимемся, потом она подойдет хлебануть. Мы спустимся и в это время заберем ключи. Ну-ка, давай. А, нет, она пьет нормально. В смысле? А куда я отделся? А-а-а. Ладно. Может, он выветрился? Сейчас, погоди. Или что-то я так сделал. А, все, добавил. После раньше он почему-то не добавлялся. А дед-то заснул, походу, дело. Ну-ка. Давай, забирай, забирай, забирай. А, нет! Черт! Я думал, что так задумано. То есть, типа, она садится, и плохо. И вот в это время я там как-нибудь ключики стяну. А, нифига. Вот, обратите внимание. Когда она пьет, она садится на стул. Ей плохо. Я уже пытался ключи вытянуть, не получалось. Возможно, нужно что-то со стулом сделать. У меня же есть ножик. Может, там как-то ножку подковырнуть? Нет, не работает. Ну, типа, ножку подковырнуть. Она выпьет, сядет. Ножка сломается, она упадет, потеряет сознание. И я заберу ключи. Все вроде бы так должно, по идее, быть. Но, на стул нельзя использовать нож. Короче, друзья. Я очень долго здесь тупил. Я думал, что реально, может, я где-то что-то пропустил. Пошел тыкаться вообще во все. Тут вот даже пила висела. То есть, чисто в теории, вот она пила. И можно было ножовку эту взять и порезать ножку стула. Ну, чисто в теории, можно было это сделать. Но, в итоге... Я вот что, друзья, определил. Можно, оказывается, шип взять при помощи ножа. Шип. От этого шипастого растения. И вообще, по идее, он, возможно, ядовитый. Поэтому, чисто в теории, я думаю, что... Вот что хотят мне разработчики. Мне нужно шип положить... Ай! Узья окаянные! Шип положить на стул. Не просто так она на него постоянно садится, когда выпивает эту ядреную похлебку. Давайте сделаем вот так. Сюда мы отравочку. А сюда мы шип. Ну-ка, 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 проверяем. Ну, всё, музыка заиграла. Значит, всё сделали правильно. Пей, пей. Хороший чаёк. Хрена её траванула. А чё, шип, такой эффект? Я этого вообще не ожидал. Думал, ну ладно, максимум там... Сознание потеряет, нифига. Её ж заштырило. Аж пена её за рта. Так шипу это можно использовать в качестве оружия, чувак. Возьми палку. Привяжи кучу шипов на неё. И ходи всех дубась. Идеально. Больше ты никого не съешь, мерзкая тварь. Всё, кличу мне. Надо ещё деда заколоть. Давайте деда заколем. Дед. А чё, открой. Здрасте. А можно зайти тихонечко, если на носочках? Тихо, 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 тихо. Муж колокольчик взять? А для чего? А, так так и нужно было сделать. Тут была целая связка ключей. Я думаю, что... Думал, что они от клеток. А эти ключи, видимо, были, чтобы эту дверь отпереть. А вот уже настоящие ключи, да, от клеток. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Вау, отпусти меня! Эй, дед! Отпусти, мерзкий пердун! Да бей, бей! А, можешь что-то делать. Ножом, ножом. Пошел. Я ему куртябки отрезал. Ха-ха-ха-ха! Глупый, да, получай. Получай! Правильно, видишь, наш мелкий не растерялся в такой трудный момент. Деда безногого зарезал. Фух! Побеждает сильнейший. Бу-у-у! Отдай мне мой нож. Нож, нож верни. Блин, он не хочет мне теперь нож отдавать. Хрена я деду порезал. Не хочет мне, падла, нож отдавать. Кочурился. А вот ты не мог раньше так всех тут ножом зарезать, а, чувак? И бабку эту и дедуна была сразу. Ладно, дед, хотя без ног. Поэтому его как-то легко пришлось одолеть, а бабка-то она здоровая, блин. Такая зашибить может, как прыгнет. И из тебя реально котлеты или блинчик потом получится. Так, ребята, возрадуйтесь. У меня есть кое-что. Та-дам! Сезам, откройся. Бегите домой. С этой проклятой семейкой все кончено. Спасибо тебе, мальчик. Вот только дома у нас нет. Мы можем остаться здесь, вырубить все сорняки, облагородить дом и жить припеваючи. Но плохая идея. Приберитесь внутри как следует и живите на здоровье. Там для этого все условия, а мне пора побежать дальше. Прощайте. Счастливо. Береги себя. Да, убирать им придется здесь многое. Наверху два трупа. Ну, в доме, точнее. Пучка костей. Ладно. Надеюсь, что с ним все будет хорошо. Кстати, сорняки пропали. Ух, вот это было приключение. Но я сомневаюсь, что мы даем до третьей главы, потому что во второй главе там вроде как пять уровней, что ли. А мы только два прошли, но они реально были большими. Ну что, я думаю, что на этом моменте можно нам сегодняшнюю серию и закончить. В отличие от первой серии, во второй реально был какой-то экшон, если так можно назвать. Битва с людоедами мне реально понравилась. Вторая часть, ну, намного лучше, чем первая. Как по мне, на голову, даже на две головы выше. И интереснее, и как-то хитрее все сплетено. В общем, ставьте лайки, поддержите мое прохождение, и непременно ждите еще одну серию. Желаю всем добра и позитива. Подписывайтесь на мои социальные сети, все ссылочки есть в описании. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok